На пересечении улиц Совнаркомовская и Керченская в краснокирпичном здании конца 19 века, где не так давно находился технологический колледж, открылся молодежный центр «Высота». Идея создания площадки родилась полтора года назад. Молодежь со всего региона формировала идеи и рассказывала, каким хочет видеть это место. Прислушившись, проект поддержало правительство региона и законодательное собрание Нижегородской области. Решено было реконструировать дом номер 4 на улице Совнаркомовской, который находился в аварийном состоянии. В итоге появился лофт для мастер-классов и репетиций с видом на собор Александра Невского, зоны каворкинга, куда можно будет прийти молодежным организациям и обсудить ближайшие планы, а также фотостудия для создания визуального контента. Сюда может прийти фотограф, заранее с нами договориться, воспользоваться нашей техникой, которая здесь привлечена, соответственно, сделать свои снимки. Наш главный баннер. Здесь также можно будет ставить еще какой-нибудь один фон. Мы, когда думали, какие, скажем, функциональные помещения использовать, мы понимали, что без фотостудии нам не бойтесь никак. На первом этаже центра разместился офис команды молодежного центра «Высота», которая работала и без возведенных стен по четырем направлениям. Точки роста — это разработка стратегии молодежной политики совместно с лидерами молодежных движений, взаимодействие с НКО и партнерами — это поддержка объединений и молодых предпринимателей, лофт и молодежный ивент, развитие креативной индустрии региона и молодежное проектирование. Я работаю в офисе проектирования, и вот прямо за этим ноутбуком, фактически прямо сейчас, я готовлю акселератор проектов 2021, в рамках которого участники этого проекта смогут научиться грамотно оформлять грантовые заявки, а также получать финансирование на свои идеи. На открытие молодежного центра студентов привозит пати-пасс. «Высота» обещает поддерживать такое настроение. На обычном транспорте в молодежный центр приезжает Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области. Ему проводят экскурсию, рассказывая о проделанной работе, ближайших планах и мероприятиях. Например, в регионе скоро примут фестиваль «Студенческая весна» и откроют арт-резиденцию. Творчеству быть! Я надеюсь, что студенты, молодежь всех университетов, всех высших учебных средних школ, все активно будут здесь общаться, работать, получать то, чего не хватало, и общения, и возможности, чтобы они здесь получали ответ. Основной вопрос нашей жизни – это в чем ее смысл, куда двигаться дальше и как вместе менять мир вокруг. Реальность оправдала мои ожидания, на самом деле, поэтому я рада, что я здесь, и это круто. Когда есть бесплатные площадки, где человек может воплощать свои идеи, свои проекты, и идти просто к целям, которые он подставит перед собой, это прекрасно. И вот высота нам это, я думаю, даст с лихвой. Это здорово. Нижегородская область еще вчера оставалась почти единственным крупным регионом в России, где не было молодежного центра. Теперь несправедливость исправлена. Есть и арт-плей, и хлебзавод в Москве, да, в Казани. Вообще запущена целая программа уже таких муниципальных молодежных центров. Мы очень надеемся, что когда-то мы к этому придем, будем обязательно это инициировать. Но команда осознает, что впереди большой путь. Мы построили здание, мы сделали какое-то большое дело, но дальше нам нужно его развивать, чтобы это не осталось просто здание, чтобы оно жило, чтобы молодежь была здесь, и чтобы чувствовалась какая-то в нем жизнь, и мы на это настроены в 2021 году. В группе ВКонтакте «Молодежь Нижегородской области» появится подробная информация о том, когда можно будет воспользоваться ресурсами центра. Для всех жителей региона посещение площадки будет абсолютно бесплатным. Александра Шеломцева, Владимир Гайдай. Время новостей.